шалом я сегодня хочу начать подготавливаться к нашим великому празднику пуры и как вы знаете великий праздник пуры надо узнать его источник надо узнать что произошло в нем исторически и нам надо выучить от него что говорит это нам в настоящее время это очень важно подчеркнуть что все еврейские праздники я все время повторяю это и говорю они не какие-то события исторические и мы их отмечаем сейчас вот столько-то столько-то лет назад произошло у нас такое грандиозное событие такое спасение нас хотели всех уничтожить и вот сейчас мы это отмечаем поскольку в то время не удалось произошли великие чудеса и мы отмечаем эти чудеса эти события это только маленький маленький совершенно маленький процент от действительности потому что еврейские праздники это праздники которые говорят нам что происходит в настоящем что это говорит мне какой рост должен быть у меня дополнительный в эти дни которые я отмечаю я у меня есть определенные инструменты которые дали нам наши в общем мудрецы и через эти инструменты и через это время которое происходит именно сейчас не только потому что это происходило тогда я приобретаю новый рост новое понимание новое знание что кто я такой то есть кто я такой имеется ввиду каждый еврей должен понимать какое у него предназначение то есть я хочу объяснить дать пример может быть не на праздники пурима на даже вот на песах песах конечно все мы знаем что это исторический момент когда евреи находясь в рабстве в ужасных условиях и произошло великое чудо и мы вышли на свободу слава богу вышли на свободу и с тех пор мы каждый год отмечаем праздник так конечно когда вам скажут а почему мы отмечаем праздник потому что мы вышли из египта как было здорово как было прекрасно какие были чудеса мы сидим за пасхальным столом и рассказываем про эти чудеса рассказываем это детям да конечно это правда но мы должны понимать мудрецы и тора нам называет это время а именно конкретно это время время нашей свободы то есть спускается огромная энергия которая называется свобода и это свобода сейчас находится в таком же я бы сказал в таком же количестве которая была тогда и сейчас она вернулась возвращается и каждый год это возвращается и я могу приобрести свободу свободный человек это не только человек который находится за решеткой а свободный человек это тот который делает по-настоящему то что хочет делать он не делает это потому что что скажут он не делает этого потому что у его страсти мучают он не делает этого потому что у него есть какая-то зависимость он хочет выйти на свободу так самое уникальное время выйти на свободу это песок это время нашей свободы когда перед праздником песок еще подробно поговорим я просто хотел чуть-чуть так и все вышки дал нам инструменты вот для того чтобы выйти на свободу надо делать то надо кушать мацу нельзя кушать красное и так далее и так прочее то же самое когда мы говорим про пурим пурим эти времена когда нас хотели всех перерезать за один день в один день был четкий план 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 это вообще когда мы задаем вопрос как это может быть в один день перерезать миллионы евреев как это может быть такое очень просто был план я просто говорю вот этот план который был у этого страшного антисемита гамана и этот гаман да у него была была такая идея он страшно без никакой причины ненавидел поэтому невозможно было каким-то образом договориться взяткой или договориться по-другому он ненавидел и его он считал что его миссия его и в общем цель его жизни это уничтожить всех евреев до единого это был план гамана как он это хотел сделать за один день очень просто так говорят нам в свитке эстер говорится уже в конце что евреи там была такая фраза убили 75 тысяч от таких специальных антисемитов то есть мы объясняем эти были определенные эсэсовцы офицеры эсэс которые были четко подготовлены который им была дана информация да где живут евреи какое количество в каждом доме где они учатся где они работают и можете представить себе одному такому офицеру который за собой имел группу головорезов ему было дано убить за один день 200 человек скажем ну так по коротку 200 человек если у него команда 50 еще там каких-то головорезов так можете представить себе одному этому офицеру дают такое задание уничтожить 200 евреев так если мы говорим про 75 тысяч таких офицеров так мы уже приходим спокойно на 15 миллионов это было очень четко это было очень у них были как я уже сказал адреса в этот день никому нельзя было выходить на улицу все должны быть дома как написано в свитке эстер кто внимательно почитает поэтому в принципе это было возможно это было реально и более того нам говорят наши мудрецы в талмуде что действительно этот план хамана был одобрен всевышним то есть но наоборот поскольку всевышний хотел не дай бог не дай бог сделать этого еврейскому народу так его послание к этому был хаман то есть это происходило и мы должны вот с вами пурим и в события пурим четко понимать а почему потому что все вот это я бы сказал что была такая попытка уничтожить нас как народ да это было можно сказать и как вам сказать это почти получилось у него если бы не были у нас такие связи в дворце и вот этого поведения как случайно узнал об этом всем наш еврей мордыха и так далее не дай бог не дай бог этот план мог бы осуществиться и поэтому мы каждый пурим и каждый вот эти недели пурим мы подмечаем пурим там шаббат захор перед пурим специальный шаббат потом есть у нас пурим которые праздноваются не в иерусалиме пурим которые праздноваются в иерусалиме мы должны понять себе что мы извлекаем от этого как мы растем в этом это такое маленькое предисловие во вторых хочу сказать что интересно что свиток эстер который у нас мы читаем его в праздник пурим свиток эстер мы читаем его и вечером и утром так вот этот свиток эстер был большой большой как бы сказать все такое разногласие если он войдет в нашу священную книгу танах танах это наша священная книга видите танах священная книга которая она видите какая толстая там есть у нас двадцать четыре книги двадцать четыре книги и там она разделена это на три три части одна часть танах это абриатура танах это тав это тора это пророки и каф это ктувин это танах и эстер просила чтобы эти события пурим они тоже войдут в эту священную книгу танах и мудрецы и сказали нет она не войдет в книгу танах почему потому что она есть правил есть четкие правила что входит в святую священную книгу танах а что не входит танах во первых там написано что какие по какому правилу что-то входит в танах это я дам пример например если вы посмотрите вот книга вот такая вот такая у нас очень серьезная большая книга танах видите какая большая и если мы посмотрим две первых главы вот столичка это вот столичка всего это две тысячи лет до авраама вину это почти две тысячи лет а все остальное вот это все это еще 1800 лет скажите пожалуйста кто-то так пишет книгу как это может быть что вот это это две тысячи лет вот здесь несколько листочков а все остальное это больше там ну 1800 лет ну как то может быть так мудрецы задают этот вопрос и говорят написано на сторе только события которые они могут быть актуальны для каждого поколения то есть это не может быть книга танаха у нас это не книга историческая историк бы так не писал книга книга танах у нас это пророчество пророчество и пророчество конечно у нас было очень много пророков мудрецы нам говорят кифляем йоц эй митраем в два раза больше чем мы вышли из египта то есть миллион если посчитать 600 тысяч умножить на два кифляем было у нас пророков то есть сколько пророков было еврейской истории минимум миллион двести минимум так почему у нас только двадцать четыре книги в танахе где все эти пророки неужели у них не было у них же были пророчества у них были какие-то может быть интересные события конечно были но они были только интересны тому поколению когда они когда они получали это пророчество когда они решали какие-то проблемы и так далее для нас это не имеет никакой актуальности только то что она вечная то что она имеет актуальность для нас сегодня сейчас это написано в танахе так пришла эстер говорить это актуально я хочу чтобы вели есть коля что здесь актуально что здесь происходит во первых книги эстер ни разу там не упомянуто имя бога потому что весь танах это проявление божественное и если вы читаете свиток эстер и может быть на следующих уроках мы начнем более подробно смотреть на этот свиток там ни разу не упомянут имя всевышнего и происходят все события можно сделать шикарный спектакль шикарный фильм про эти события и без какого-то вмешательства божественного который я могу по 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 ощутить или так далее понимаете то что происходило у нас например в я знаю там выходе из египта дарение торы все это написано потому что это какие-то божественные проявления а свиток эстер там ничего на первый взгляд ничего божественного нету так мудрецы ей сказали что это не не танахическая книга но и потом искали а исторически это уже написано в книгах и персии это написано у них в истории то есть исторически да это уже написано это не касается танаха потому что как мы объяснили танах это не книга истории с точки зрения божественности никакой божественности здесь нету так с какой стати свиток эстер должен войти в танах поэтому мудрецы великого собрали которые были ответственны за решение какие книги войдут а какие нет сказать это не подходит но эстер сказала им нет это подходит эстер мы знаем она у нее была она пророчица но опять таки ну и что что она пророчица не все пророки вошли в танах но потом мудрецы нашли пасук истории пасук истории говорит иерусалимский талмуд приводит пасук в книги дворы в парашат в аелех что придет время когда всевышний мы из-за нашего плохого поведения всевышний скроет скроет лицо от нас что значит скроет скроет лицо так написано астер астир так это понимаете по слуху когда мы слышим астер астир вообще астер это астара это скрывать слово эстер это вообще персидское имя который дали эстер но мудрецы пришли и сказали не но все же у нас есть намеки в торе так они сказали вот у нас здесь есть намек но это не намек только потому что слышится астер астир слышится что там там что-то скрытое и вот эстер ни в коем случае об этом идет речь здесь мудрецы сказали мы евреи привыкли на протяжении самого начала нашего образования как народ явным чудесам у нас море раступилось у нас ман с небес у нас проблема с водой муше там говорит с водой или ударил ударил там скалу от нее потекла водичка все у нас на все чудесами у нас храм который там чудеса и все мы видим управление всевышнего напрямую и вдруг это прекращается сейчас мы посмотрим так евреи думали но если это прекращается значит все уже ну как то значит заканчивается всевышний приходит говорит вот посмотри поучи пожалуйста в тонах это пошло поучи свиток эстер ни разу там не упомянуты имя всевышнего и все равно это показывает нам что великая рука всевышнего несмотря на то что она скрытая от нас она не явная но мы видим в этом руку всевышнего который сопровождает все эти события и это необходимо для еврейского народа когда меняется управление всевышнего с открытого до управления явного божественного управления да который может как написано рада шифха аляям рад бы увидела рабыня на море красном море когда раступилась море это каждый даже самый самый простой человек он может увидеть эту божественность а здесь уже у нас управление закрытое мы иногда у нас есть проблемы но всевышний все равно он с нами он даже когда он скрывает от нас лицо да он все равно с нами и сопровождает нас это то что я хотел такое маленькое предисловие перед тем как мы начинаем учить сам свиток эстер и эти события которые происходили так свиток эстер начинается да байямима хэм как написано в свиток эстер байямима хэм кишевет аммалэх ахашвэрош бешнат шалош ламолхо астами ште байямима хэм в цевремина когда ахашвэрош ахашвэрош да кишевет амелех когда он усел на свой трон на третий год своего царства он устроил большой пир он царствовал понимаете на сто двадцать семь государств была огромнейшая империя и вот только на третий год он устроил этот свой пир несмотря на то что он уже три года властвует нет он ждет третий год говорит нам мудрецы мудрецы задают вас вопрос талмуде в трактате мигеля что значит кишеве как он сел как сидел он же сел три года назад до третьего года у него были постоянно проблемы у него были постоянно подозрение выдержу я или не выдержу в этом моем царстве ахашвэрош он не был потомок царей он наверняка захватил эту власть каким-то образом либо богатством либо там какими-то интригами и так далее но и вот он ждет чего-то он ждет чтобы его власть была устойчиво достаточно чтобы и только когда он убедился что слава богу моя власть сейчас такая сильная крепкая меня не свергнут от этой власти тогда он устроил большой большой пир чем это связано почему третий год именно так потому что по простому как бы сказали потому что он был как-то он понял что третий год это нормально это третий год он чувствовал себя нормально уже мудрецы говорят нам это связано с чем-то совсем другим совсем совсем другим есть у нас в пророке гермия было пророчество мы должны понимать где мы сейчас находимся мы сейчас находимся в изгнание еврейский народ после того как у нас был построен бейтамигдаш был построено еврейское государство был у нас храм который построил соломон и этот храм через какое то время он устоял 420 лет и 420 лет он устоял и навуходоносор разрушил его он разрушил не только храм не только религиозная наша предназлежность служение всевышнего он разрушила наше государство первое еврейское государство было разрушено то есть мы построили его мы построили и рушалай построили духовный центр и это было у нас разрушено и мы вышли в изгнание мы вышли из изгнания и что дальше что будет дальше есть пророчество ирмия у пророчество ирмия у который говорит нам что придет время что вы вернетесь то есть возобновится возобновится опять царство еврейское и возобновится храм еврейский и это пророчество говорит о том то что 70 лет вот я нашел дан в другом танахе было написано так прям четко написано в пророке ирмия у что вы выходите в изгнание вавилонского изгнания ну и сколько это изгнание будет продолжаться? пророк приходит и говорит 70 лет так написано 70 лет изгнания то есть это пророчество оно какой-то степени утешает что есть какой-то конец этому ужасу потому что 70 лет мы с божьей помощью вернемся и все будет нормально так вот это 70 лет это пророчество которое во первых знали его евреи и знали его не евреи они знали об этом говорят нам мудрецы ахашвирош он страшно боялся вот это пророчество ну при чем здесь ахашвирош евреи что он боится он же великий царь он понимал что если это пророчество оно осуществится и евреи вернуться и они построят свое государство они построят свой храм так мое царство оно будет выглядеть бледно по сравнению то что есть у евреев потому что все знали что такое еврейское государство чтобы процветание еврейского государства и он понимал евреи вернуться это будет бледно это первое во вторых если мы почитаем четко то что касается почитаем четко то что касается образа жизни я бы сказал даже не образ жизни а идеологии которая была у персии у хашвироша это наслаждение это разврат это ты должен ты живешь одним разом делай что хочешь обратите внимание если вы только начинаем читать свиток эстер они устраивают пир и пьют 180 дней посмотрите на какое богатство посмотрите на какой там разврат происходит и когда он понимает что еврейское государство оно будет так значит и идеология будет меняться мораль будет меняться он этого страшно боится он это его очень волнует но проходит три года и на третий год он подсчитал что закончили 70 лет и ничего не произошло значит ничего не будет значит ничего не будет все закончилось у евреев никакого храма никакого возвращения никакого государства это на меня ничего не угрожает мне можно расслабиться можно устроить пир и все будет хорошо это была мысль кого но к большому стыду и позору это была и мысль к сожалению нашего народа наш народ он тоже понимал что как будто бы происходит здесь что-то историческое да да мы были избраны да всевышний дал нам тору да мы были предназначены какой-то миссии но все это закончилось почему они так думали если мы почитаем углубимся в тонах сегодня конечно мы живем уже много-много лет без храма без вот этого прямого божественного наблюдения мы должны понимать что пророк тот же пророк ирмияу который сказал что мы выйдем изгнание через семьдесят вернемся он годами говорил нам евреев возвращайтесь к соблюдению торы не служите идолам чтобы ваша мораль была другая чем у других народов он постоянно предупреждал и говорил если нет на нас нападут враги они приходили все время говорили какие враги нас у нас такая защита у нас такая крыша как сегодня говорят нас ничего не разрушит нас никогда у нас все нормально посмотри посмотри на этот храм посмотри на эту божественность ирмияу кричит это говорит это все может разрушиться не может быть как это может быть такое то есть еврейском сознание что разрушится храм и не будет вот это божественного как сказать вот управление и божественное наблюдение по настоящему что это прекратится вдруг такого не бывает и более того я вам хочу сказать что что самого начала мы как образовались как народ у нас да я знаю как мы образовались как народ почти уже восемьсот девятьсот лет постоянно вот это управление поставляли чудеса поставляли есть пророки общение с богом оно напрямую то есть мы видим любой даже самый такой простой человек может прийти даже не евреи приходили в храм они бить и никто никогда не смел что-то начинать с евреями и евреи тоже так думали кто с нами начнет если они видят такую божественную они видят такие чудеса никто на нас руку не поднимет кстати раф кук пишет что все фальшивые все фальшивые религии родились после разрушения первого храма потому что до этого невозможно было сделать что то фальшиво до такого было все ясно это в скобках так евреи жили в этом и они понимали что может быть что то другое но и произошло что то другое произошло произошел вот этот ужас набухадоносер окружил ерусалим и через два с половиной года прорвал стены ерусалима и жёг нашу столицу жёг сердце еврейского народа наш бета мигдаш и мы вышли в изгнание мы вышли в изгнание и я бы сказал что еврейский народ он понял в этом событии что произошло что-то кардинально меняется я объясню они пришли к пророку их эскель и сказали ему следующее смотрите когда есть отношение мужем женой есть определенное поведение как жена ведет когда на замуж не жена есть определенное поведение но когда муж разошелся женой он дал ей разводное письмо нас называется гет так жена уже она свободна так она уже у нее нету никаких обязательств своему мужу да так это совсем по-другому ее поведение потому что никакого отношения нет служа так что сказали наши евреи в то время они ему сказали пророку слушай что то мы сегодня не соблюдаем там какие то законы какие то прошло изгнание потому что всевышний народ дал нам разводное письмо если он дал нам разводное письмо какие могут быть претензии то что ты это не соблюдаешь это не соблюдаешь извините меня когда у нас было какой то союз какие то договоренности так это договоренности двухсторонние всевышний нам дает вот эти все чудеса вот эти явное проявление божественное и мы соблюдаем вот тогда у нас есть отношения но если мы прекратили вести себя нормально и действительно всевышний разрушил нам значит это разрушение это как разводное письмо значит все закончилось и что евреи делают ужас на третий год когда он тоже посчитал эти 70 лет евреи тоже посчитали они думали кто знает 70 лет может мы вернемся может не совсем окончательный развод но они тоже почувствовали что это окончательный развод и они пошли пировать с этим ахашвирошам вот эту дату и у них это было все нормально и поэтому когда ахашвирош вынес посуды храма из этих посуды храма ели евреи они не чувствовали какую-то проблему потому что они думали что это уже никакой святости в этом нету когда ахашвирош отдел священную одежду первосвященника что у него одежды нету что он надел красивую одежду только первосвященника ему взялось у него там были какие одежды красивые потому что с этим он хотел показать что все уже уважаемые евреи вы уже не испранные вы уже не те евреи которые были когда-то как кстати христианство все время говорило нам поскольку вы сейчас уже не то то что было раньше вы сейчас уже отошли от религии вы не соблюдаете поэтому уважаемые мы устроим пир и все нормально нам ничего не угрожает и евреи понимаете они участвовали потому что действительно это было с одной стороны это ужасное чувство но с другой стороны всевышний разошелся с нами дал нам разводное письмо так значит уже нас ничего никому никто не обязывает мы тоже устроили и участвовали в этом в этом перу который проходил и говорил как будто вот эти семьи и знаете пури написано что это похоже на дарение той поскольку мы когда получили тору наша душа она стремилась и хотела получить тору а наше тело думает что-то другое тело нас на наше тянет может быть другие какие-то моменты к другим страсти пожеланиям и есть иногда такая борьба между телом и душой та душа священная который всевышний нам дал она постоянно стремится и поэтому когда всевышний дал нам тору та душа ответила и сказала конечно я все буду делать но когда это при происходит в реальности да в жизни тогда это тяжелее на эти сегодня многие мне сказали что многие которые проходят гиюру и в раввинском суде их тоже спрашивают вы хотите получить тору вы хотите жить по торе так они в ихнем сознании в этой душе они действительно говорят конечно же да так же как евреи ответили конечно да но потом начинается ежедневная жизнь потом начинает наступать шабаты потом их зовут куда-то в шаббат какой-то день рождения какой-то может быть стол не кошерный какие-то еще моменты тело уже требует свое уже тело может быть она хочет совсем что-то другое так есть у нас в общем во время дарения торы после выхода из египта душа конечно согласилась но тело еще не совсем в пурин нам показали что даже еврейское тело в глубине она стремится к святости и хочет святости есть кардинальная разница и кто нам это напомнил это великий антисемит аман он знаете хатам софер есть великий хатам софер говорит что он в начале хотел уничтожить только религиозных евреев так написано только религиозных евреев как этот фанатик мордыхай так его там таких таких за единомышленников вот их надо уничтожить а вот этих евреев которые ничего не соблюдают их оставим он приходит потом пришел к выводу нет даже те которые далеки от соблюдений даже те которые нам кажется что они вообще не похожи на евреев это тоже народ мордыхая и в глубине у них есть вот эта святость и всех надо уничтожить поэтому когда фашисты заходили домой стучали домой и говорили мы берем тебя евреями имею ввиду берем тебя сейчас в газовые камеры мы как у нас же тоже культура я же говорю по немецки я же читаю там я знаю немецкую теле литературу нет потому что ты еврей потому что ты твое тело еврейское у вас это находится в генах это никак не стереть сколько бы ты отказывал себя и это нам показывает вот этот антисемит аман то есть если мы евреи вдруг забываем по-настоящему кто мы такие называем кто мы такие придет вот эта сила амалекская сила амана сила нацистов сила хамаса который будет нам напоминать мы иногда хотим быть как все мы хотим быть как остальные народы мы хотим жить хорошо чтобы у нас была хорошая экономика мы наслаждались мы пять раз в году ехали отдыхать куда-то у нас были хорошие машины да это все хорошо конечно мы хотим почему бы нет не то что почему нет конечно это нужно но это все должно быть для какого-то инструмент для какого-то предназначения это есть еврейский народ и если еврейский народ он забывает свое предназначение ему сразу напоминает откуда я знаю это написано когда у человека есть сомнения когда впервые нападает на нас вот эта сила амалека еврейский народ сомневается в божественном составляющий его бог во мне или нету а может нету так если еврейский народ выходит к такому что он думает что я как и все народы какая разница такая же культура да также я одеваюсь также я веду себя такие же ценности у меня приходят вот эти него им и нам напоминают что еврей он остается всегда евреем и если ты не поймешь глубине кто ты такой есть кто тебе это напомнит и мы пытались быть такие же ахашвирож когда он устроил этот пир на 180 дней он пригласил туда всех евреев тоже и мы вели себя там как все как все а мы не как все это то что им говорит мордыхай нам нельзя ходить туда и показывать что мы как несмотря на то что может быть это было не политически корректно ну как даже пригласили тем не менее мы не как все и это именно потому что есть у нас предназначение ты не хочешь понимать этого ты думаешь что все ты разошелся с богом тебе не нужен никакой бог тебе не нужен тора тебе не нужен хейдер тебе не нужны твои школы тебе нужны твои ценности тебе эра тисраэль это недвижимость как ты думаешь но недвижимость какая разница здесь или там другой приходит амалек приходит вот эти силы которые нам это напоминают и это конечно пробуждает и следующие уроки посмотрим с божью помощью к чему это как это приводит как происходит вот это пробуждение еврейского народа и как еврейский народ спасается окей да спасибо большое пожалуйста все у кого есть вопросы либо задать их сейчас либо в любом удобном для вас виде виде комментариев к видео в ютюбе либо наших чата как вам будет удобно и пожалуйста те которые смотрят записи мы будем очень рады вашим отзывам комментариям вопросом и так дальше можете оставлять их в ютюбе комментариях к этому видео раф большое спасибо